АПЛОДИСМЕНТЫ Своей женой Мусей летом ездил на море, на нашей машине, поехали. Ну, надоело сидеть на даче. Знаете, как дачный отдых у нас проходит у всех? Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтобы посмотреть, не разогнулся ли я. Ну вот, выехали в воскресенье утром, машин почти нет, в легкую проскочили до Ростова, почти до Ростова, тысячи километров. Погода шепчет, настроение хорошее, остановились у магазина, там, сока купить или еще чего. Его прозовщица оказалась с юмором. Ну, Ростов-папа дышит юмором. Какой-то мужичок у нее спросил, до скольких работаете? Она ему, до пятидесяти пяти. Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, мне, пожалуйста, сока, милая барышня. Так что вы думаете, моя Муся от возмущения аж вскипела. Почему, мол, я сказал, милая барышня, а не просто дайте мне сока? Если ты при мне, посторонней девице, мог сказать, милая барышня, значит, ты на море ни одной юбки не пропустишь. Ты думаешь, я забыла, как ты со мной в автобусе легкомысленно познакомился? Водитель резко затормозил, я плюхнулась тебе на колени. Ты спросил, восемнадцать есть? Есть, тогда сиди. Я представляю, как ты мне до свадьбы изменял. Муся, ну при чем здесь до свадьбы? До свадьбы это неизменно, это кастинг. Вот у тебя одни глупости, но у меня. Ты думаешь, я забыл, когда я сказала, что мне нравится картина Серова, девочка с персиками. Ты что ответил? Ты сказал, тебе нравятся картины Рубенса, в них персиков побольше. Все, разворачивай назад, не хочу с тобой иметь дело. Назад, домой, не хочу на море, не хочу. Домой, или я выйду и пойду пешком. Муся, опомнись, тысячу километров проехали. Нет, домой. Ну, что делать? Развернулся, выругался, поехали. Муся, она и в гневе такая, красивая, но дерево. У меня даже на лице написано, полудурочка. Я вовремя не прочитал, потому что у нее до свадьбы челка была. Она ей в автошколе выдала. Меня спросили на экзамене, как работает двигатель. Она им ответила. Пришла с экзамена, не сдала Что завалило? Теорию, практику Инспектора, дерева и трех бомжей Вот так вот, развернулись, поехали Доехали, значит, ну почти До Воронежа доехали 600 километров До Москвы уже 400 осталось Руки, ноги не работают, вырубились прямо в машине Ну что делать? Утром просыпаемся, не можем понять, что мы, где мы Муся радостно спрашивает А где море? Какое море? До Москвы 400 километров осталось Ты смотри, мы уже третий день в пути Я собирался отдохнуть А он меня в Москву везет третий день Но ты же сама, что сама? Я женщина впечатлительная, а ты мужчина, в конце концов Ты должен был настоять Разворачивайся обратно к морю Или я выйду и пойду пешком Ну, что делать? Развернулся, поехали Что делать? Через час после такой езды Навигатор спросил Так, ну и где мы? В общем, доехали почти до Краснодара Смотрю, навстречу стадо коров идет Прямо по асфальту идут Говорят, там бывает такое Хотя сейчас дороги построили хорошие Но бывают отрезки такие Ну, Муся тут же научные вопросы задает А почему корова язык влево высунула? Я ей объясняю Потому что она на обгон пошла А любят ли коровы молоко? Я говорю, любят, но не дотягиваются А чем отличается корова от телки? Ну, я говорю, как же У коровы на шее колокольчик висит А у телки мобильник Ну, вот так вот Ехали, ехали И проехали Рынок цветочный Будь он неладен Снова скандал Почему я не остановился Не купил ей цветы Если бы я ее любил То я остановился бы И купил ей цветы А раз я ее не люблю Я не остановился И не купил ей цветы И так 20 минут Значит, я тебя как женщину Совершенно не интересую Я как-то помню Надела сексуальное черное белье Ты испугался И закричал Что, кто-то умер? У меня просто нет слов Ну, а когда Мусе говорит, что у нее нет слов Ее не заткнуть Ты только думаешь о своей машине Моя мамочка тебя спросила Обо мне Как там твое солнышко? Ты сказал, масло надо долить У всех мужья как мужья Он у Зойки муж Дипломат Потому что в школу с дипломатом ходил А ты, как видно, ходил в школу с ранцем На годовщину, что было Я недавно подписывал эти пригласительные открытки Спросила тебя Как правильно писать Годовщина или гадовщина Ты сказал, пиши юбилей Все, я не желаю с тобой иметь дело Разворачивайся Обратно домой Все, не хочу Муся Помилуй Четвертые сутки Воюет пехота Раскинь мозгами Она раскинул своими мозговузками А собрать их уже обратно не могла Нет, домой, домой Кричит главное И как полководец Назад, вперед На Москву Надо же так сказать, а Назад, вперед Там же логики никакой Логики Как-то смс-ку мне прислала Дорогой, я поехала с девчонками на девичник Буду звонить Трубку не бери, не нарывайся Она ей экзамены в институте сдала Только потому, что экзаменатор с юмором попался Ржал в голос Когда на его вопрос В чем суть жизни Раскольникова Она ему ответила Срубить побольше бабок И добила его Сказав, что все мужчины одинаковые Остенька Разин вообще Поматросил и бросил Все время хочет быть умнее, чем есть на самом деле Делала томографию головного мозга Ничего не обнаружили Я и без них это знал Пригласил как-то ее в ресторан Там шведский стол Так она за него села Я говорю, что ты меня позоришь Это шведский стол Ты зачем села? Ну ничего Шведы придут Я встану Ладно Что там говоришь Каждый день сюрпризы Мне столько денег надо Мне столько денег На косметику На милирование На эпиляцию На маникюр На педикюр Я говорю А вот мне повезло Я сразу красивым родился В общем Доехали почти до Тулы Вырубились на сутки Потому что руки-ноги совсем уже не работали Утром через сутки просыпаюсь Птички поют, чувствую Такой хороший, приятный ветерок Ой Утро, значит Открываю глаза Муся передо мной Смотрит на меня Молчит Я ее стараюсь не перебивать Утром рано Повстречались два барана Так вот промолчали минут двадцать Потом она поцеловала меня И сказала Хочу на море Когда со мной по-хорошему Из меня веревки можно вить Да, конечно, на море Куда же еще В такую погоду Тем более 160 километров от Москвы Отъехали На всякий случай Позвонил в бюро Психологической поддержки В эту службу Рассказал им Как мы едем Они меня внимательно Выслушали И предложили повеситься Я их поблагодарил Развернулся И поехал к морю Ехал в полной Прострации Ну, а Муся Как ни в чем не бывала Решала кроссфорд В журнале Я ей помогал даже Потому что Не дай бог Ее опять взорвет Сколько есть частей света Я сказал Две Тот и этот Потом вычитал Что человек Не может достать Языком нос И внезапно Замолкло Где-то через час Слышу Смотри Почти получилось Доехали снова До Ростова Я принципиально Остановился Возле этого магазина Продавщица Меня узнала О Вы уже назад Я говорю Нет Мы еще вперед Преночевали В какой-то Ноль-звездочной Гостинице Муся и там Отличилась Спросила Ну и сколько Стоит номер В этом свинарнике Администратор Очень культурно Я ответил Вам на одного Поросенка Или на двух Короче Поехали дальше И пока Еще два раза Разворачивались Приехали На седьмой день К морю Сутки провели У моря И тут я вспомнил Ой Мне же через Десять дней На работу Я понимаю До Москвы Ну полтора дня Езды Но я же с Мусей Надо торопиться И мы поехали И действительно Где-то под Воронежем Муся Решил Еще разок Искупнуться Но на работу Приехал Вовремя Слава Богу А недавно Муся Меня спросила Даже Вот что интересно Я тебе сильно Нервы Мотаю Я растерялся Не знал Что ответить Да брось Ты говорю Ты просто Настоящая Женщина А ты Настоящий Мужчина Потому что Не сердишься Я сегодня Схожу в церковь Исповедуюсь Расскажу Батюшке Как мы ехали Я ее поцеловал И сказал На ушко На всякий случай Захвати валидол Вдруг батюшку Прихватит Вы будете смеяться Но мы до сих пор С Мусей живем Кто сказал Что с женщинами Трудно Что там трудного Подошел Поцеловал Обнял Сказал Что умная Красивая Ну а если Это в голову Не приходит Можно спросить Ты что Я не понял Похудела что ли Недавно Я пришел Выпивши Выпивши Муся Встретила меня С метлой В руках Я бросился На колени И закричал Муся Не улетай У многих Жены нормальные А живут Скучно А с моей Мусей Не соскучишься Аплодисменты Субтитры подогнал «Симон»